МОХОВАЯ ДЕВЯТЬ На факультете журналистики МГУ состоялась традиционная конференция НАМИ – Национальной ассоциации масс-медиа-исследователей. Ее участники встретились для того, чтобы обсудить состояние российской журналистики в 2015 году. Ассоциация масс-медиа-исследователей была основана в 2011 году по инициативе декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой. По ее словам, задача ассоциации состоит в том, чтобы объединить российских медиа-исследователей из разных городов, университетов, исследовательских центров, чтобы обозначить общие контуры российской школы медиа-исследований. Когда лет семь назад мы начали создавать организацию, нам казалось, что у нас очень раздробленное поле исследований. Сегодня мы видим, что ценности исследования журналистики масс-медиа у нас общие, несмотря на то, что мы все живем в разных городах и, может быть, в разных культурных, этнических и даже лингвистических контекстах. В этом году конференция и расширила свой статус еще и потому, что у нас появился очень сильный и очень важный индустриальный партнер. Это аналитический центр Video International, который поддерживает нас и своими социологическими исследованиями, и своими эмпирическими подходами, и новой аналитикой, которая приходит от индустрии. Аналитический центр Video International, который является официальным партнером конференции, уже в течение 20 лет занимается изучением состояния медиа-рекламных рынков России и сопредельных государств, определяет тенденции и перспективы их развития, осуществляет оригинальные исследовательские проекты, вырабатывает научно-обоснованные прогнозы развития медиа-индустрии и рекламного рынка. Эту организацию возглавляет заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ Виктор Коломийц. Исследования академические, на основе которых пишутся кандидатские результаты, доски и тому подобное, книжки, учебники и исследования индустриальные, которые занимаются исследователи непосредственно, решая свои конкретные проблемы, никак не стыкуются. Одна из проблем, которую мы пытаемся решить на этой конференции, это совместить все-таки академическое медиа-исследование и индустриальное. Но помимо обсуждения актуальных проблем журналистики, задача конференции еще и в том, чтобы применить полученные знания в области обучения молодых журналистов. Студентов, с одной стороны, нужно учить теории журналистики, общегуманитарным дисциплинам, чтобы он был широко, глубоко гуманитарно развитым человеком, но и вместе с тем учить профессии, и может быть даже прежде всего, и как это сочетать. Огромное внимание в этом аспекте было уделено обсуждению такого вопроса, как нужно ли студенту во время обучения работать на постоянной основе. И если нужно, то как построить эту работу так, чтобы профессионализация студентов шла не в ущерб общегуманитарному образованию. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших работ за серией статей, монографии, учебные пособия. В этом году конференция приобрела статус международный. Ученые из разных стран приехали, чтобы представить свои новейшие разработки в области журналистики и поделиться с иностранными коллегами опытом. У нас участвуют 8 стран. Большинство из них это страны Европейского Союза, в том числе Великобритания, Испания и многие другие известные страны и университеты. В этом году конференция проводится уже в пятый раз. И нет поводов сомневаться, что с каждым годом нами собирает все больше участников, становясь более и более популярными. Мария Циршухова, Людмила Кононенко, Луховая, 9. Выявить слабые места в законах нашей страны, предложить варианты их улучшения и даже разработать собственные законопроекты – все это теперь могут делать и студенты. О том, как реализовать себя в политике, рассказывает Софья Подерина. Бытует мнение, что в закрытое общество властей простому человеку не попасть. Но современная молодежь все активнее доказывает обратное. Все чаще помощниками депутатов или лидерами общественных организаций становятся молодые люди. Но имеет ли их деятельность реальное значение? Или это просто игра в политику? Сегодня и само государство ведет активную работу с молодежью, пытается включить ее в политическую и социально-экономическую жизнь страны. Но все же, по мнению многих, молодые политики пока не имеют реального влияния. Я думаю, что на данный момент не стоило бы переоценивать роль молодежи в политике, но надеюсь, что впоследствии роли молодых людей будет уделяться больше внимания. Сейчас создается множество организаций, которые хотя бы декларативно, номинально, по бумагам имеют какой-то вес и могут на что-то решать. Однако зачастую мы сталкиваемся с тем, что на практике к голосу молодых людей власти не прислушиваются. Так в последнее время существует множество моделей различных международных форумов и организаций. Например, МГУ уже 10 лет проводит модель ООН, которая собирает участников из разных стран. Студенты также могут проявить себя в роли настоящих законодателей. При Государственной Думе Российской Федерации действует молодежный законотворческий совет. Его члены ищут слабые места в законах нашей страны и предлагают варианты улучшения законодательства. Также многие разрабатывают и собственные, оригинальные законопроекты. Отделение совета существует и при МГУ. Студенты нашего вуза с большим трепетом и неиссякаемым оптимизмом относятся к деятельности совета. Как мне кажется, российская молодежь вполне может выступать самостоятельным законотворческим инициатором и, соответственно, она может принимать общественно значимые решения. Во всяком случае, у нас существует определенная практика, когда наши друзья, наши коллеги смогли пронести вперед свои инициативы, развития, и, соответственно, они прошли какие-то определенные чтения, может быть, в Государственной Думе Российской Федерации, они обсуждались в Общественной Палате России и в Совете Федерации. Несмотря на свой достаточно юный возраст, ребята становятся членами политических партий, помощниками депутатов и даже депутатами. И уже наравне с профессионалами вершать судьбу Отечества. Как говорится, спасение утопающих – дело урок самих утопающих. И если мы хотим сделать так, чтобы голос молодежи действительно был весом, то мы должны доказать тем, кто сейчас находится в высших эшелонах власти, что мы можем, и действительно эффективность нашей работы должна быть показана не только на словах, но и в первую очередь на деле. Политика, конечно, дело непростое, но интересное и полезное. А деятельные люди с благими намерениями нужны и важны в любом возрасте. Молодежная политика сегодня в России – это мы с вами! Софья Подерина, Евгения Зубова, программа «Маховая-9». Многие начинающие журналисты мечтают о карьере радиоведущего. Но начать работу на радио не так легко. Помочь юным радищикам призвано радио «Китс-ФМ», создают которое сами ребята. А специфики эфира с детским акцентом – в репортаже наших корреспондентов. Сегодня у Никиты самый обычный день. После школы он спешит попасть не на спортивный кружок или факультатив, а в радиостудию. Детское радио, на котором работает Никита, активно развивается в интернет-эфире. Всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели! С вами Никита Златоуст. И специально для вас эти два часа буду. Я поднимаю градус хорошего настроения. Сегодня будут интересные рубрики и, как всегда, позитив и веселье. Первые детские радиопередачи появились еще во времена Советского Союза. Они выходили в одно и то же время, которое знало большинство советских детей и всегда с удовольствием слушало пионерскую «Зорьку» и радионяню. В наше время в радиоэфире можно услышать не только отдельные программы, но и несколько радиостанций, ориентированных на детей и подростков. Однако количество их слушателей не столь далеко. Привлечь внимание детской аудитории к радио можно, если ребят вовлекать в процесс. Вам было бы интересно слушать радио, которое бы вели ваши сверстники? Да, очень. Да, очень. А почему? Ну, вообще, они будут рассказывать о интересных нам вещах. Было бы интересно послушать других, узнать их мнение, послушать. Похожие взгляды, наверное, были бы на что-то. Ну, возможно, мне было бы интересно, если бы там были бы какие-то определенные рубрики, которые соответствуют моим интересам. И, ну, в принципе, да. Слушать, скорее всего, нет. Но если бы была возможность работать там и набраться опыта, чтобы впоследствии устроиться на нормальное радио, я бы с радостью согласился. С момента первого выхода в эфир в 2013 году у радио Kids FM появились постоянные слушатели. И их число все время растет. Этому помогает оригинальная задумка. В эфире радиостанции говорят исключительно дети. Они создают программы для таких же, как и они, школьников от 8 до 17 лет. Доступность детского радио – основная цель его создателей. Вещание идет через интернет, и каждый может слушать Kids FM, просто скачав мобильное приложение. Слушатель знает, что и у него есть возможность стать радиоведущим. Для этого на базе студии работает специальная школа подготовки. После обучения каждый ребенок получает возможность выйти в эфир. Чтобы стать радиоведущим, они проходят первый мастер-класс. То есть я им рассказываю суть вообще происходящего. То есть они должны понять, как устроено медиапространство. Они понимают, зачем есть телевидение, и зачем радио, что происходит, как происходит реклама, как происходит программирование людей. Они потом, когда обучаются, выходят в эфир и совершенно спокойно настраивают свою аудиторию на то, что им нужно. Каждый день в прямом эфире Kids FM звучит современная музыка. Ведущие через социальные сети общаются со слушателями, устраивают интерактив с играми и творческими конкурсами. Кроме развлекательных, есть и образовательные программы. Самые же популярные передачи, конечно, с участием известных гостей. Приглашенные знаменитости всегда отмечают профессионализм, дружеский настрой и раскрепощенность юных ведущих во время интервью. На самом деле это очень прекрасно оказаться на детском радио, потому что в моем детстве творчество, казалось, что это так лишь увлечение, которым можно заниматься, но это не может быть твоей профессией по жизни. И смотря на этих детей, которые настолько прекрасно ведут эфиры, как полноценные, взрослые, даже мне кажется, что такие ребята, как Никита Тимох, они могут уделать многих радиоведущих на других радиостанциях, и у них большие перспективы. Ребята, которые прошли такую серьезную радиошколу, признаются, что довольны результатами и не собираются останавливаться на достигнутом. Многие даже мечтают поступить на факультет журналистики и в будущем стать профессиональными ведущими. Приходя сюда на радио Китс-ФМ, я получаю огромный опыт. Опыт не только в том, что я умею хорошо разговаривать, это как бы развивает дикцию. В личной жизни я могу легко, просто с посторонним человеком, вот идет человек, например, с метро, я могу с ним заговорить. Также влияет очень хорошо на школу, потому что мой любимый предмет в школе – это литература. И когда я рассказываю какое-либо стихотворение или просто рассказываю, или пересказываю какие-то произведения, там, Чехова, там, я не знаю, Есенина, то я это делаю, естественно, не просто там встал у доски и как бы как-то вот так вот. Я это пытаюсь преподнести тоже в каком-то творческом ключе, чтобы получить заветную пятерочку. О преимуществах участия в детском радио говорят не только дети, но и взрослые, их родители и даже профессиональные психологи. Они видят в таком начинании большое подспорье для обмена знаниями между начинающими ведущими и слушателями. Дети от детей, подростки от подростков, молодежь от молодежи учатся гораздо лучше, чем от взрослых. И поэтому, если такое радио будут создавать сами ребята, они будут, конечно, поднимать темы, которые их волнуют. А значит, они априори могут научить очень многому. И нам тогда взрослым не нужно будет доказывать, что такое хорошо и что такое плохо, потому что их сверстники это ими так уже объяснили. Детское радио развивается. Во многих городах открываются филиалы КИДС-ФМ, а значит, расширяется аудитория. Когда в эфире сверстники, прослушивание радио становится отличным способом отдохнуть в компании друзей. Взрослые, наконец, поняли, насколько важно создание радио, где дети могут реализовывать собственный потенциал и делиться идеями со сверстниками. Заходите на радио КИДС-ФМ и сами убедитесь, каким классным может быть эфир с детским акцентом. Полина Поминова, Виктория Колосова, студия «Маховая-9». Праздник для души и не только. В минувшие выходные в Москве прошел фестиваль под забавным названием «Плюшки-ватрушки». Учились печь пироги, осваивали новые рецепты и, конечно, пробовали необычные блюда и наши корреспонденты. В старинном особняке на Волхонке прошел благотворительный кулинарный фестиваль «Плюшки-ватрушки», на котором знаменитые шеф-повара, актеры и аниматоры настроили мастер-классы и провели настоящий праздник живота для посетителей. Мероприятие проводится уже пятый год подряд. Каждый желающий может здесь весело провести время и одновременно совершить доброе дело. «В этом году мы собираем средства на наш проект «Дети в беде». Он занимается лечением и реабилитацией детей-сирот, а также сбором средств для оплаты работы нянь, которые находятся с этими детьми в процессе лечения и реабилитации в больницах и, соответственно, реабилитационных центрах». Дети – главные гости фестиваля, но и взрослым здесь некогда скучать. Посетители могли не только попробовать всевозможные блюда и угостить других участников своими кулинарными произведениями, но также поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить венские вафли, ризотто и овощные спринг-роллы под руководством известных шеф-поваров. Своим опытом поделилась Ольга Слуцкая, участница проекта «Мастер-шеф» Валентина Бантемпи и другие. «Меня позвали провести кулинарный мастер-класс для детей на этом фестивале. И мне очень нравится, что сейчас проходят такие мероприятия, на которых люди могут провести время с пользой и полезно для какого-то общества, вот как в данном случае для детей». Зажигательную атмосферу праздника поддерживали ведущие. На фестивале гости получили возможность не только научиться готовить различные кулинарные блюда, но и сделать картины из пуговиц, нарисовать мехенди, нанести аквагрим и сделать различные поделки своими руками. На протяжении всего мероприятия проходил благотворительный аукцион и лотерея. Участникам дарили бытовую технику, а для победителей подготовили два авиабилета от компании «Аэрофлот» для путешествия в любую точку мира. «Куда летим? Курск, аэрофлот! Специально для нашего победителя! Открываем весь курс!» В перерывах между приготовлением пищи и дегустацией гости принимали участие в удивительных химических экспериментах и смотрели выступления фокусников. «Открываю вкусный язык, труба чувствуете на языке, кислый вкус, потолутый газ, углевизм!» Вся организационная работа была проведена на волонтерской основе. «Я просто считаю, что каждый человек, который занимается творчеством, должен в какой-то степени помогать именно вот такими движениями. Я умею вести мероприятия, Сашка Толоконников умеет делать хим-шоу, и все мы делаем это с удовольствием, потому что это даже не социальная нагрузка, это просто кайф». Иногда даже самое незначительное пожертвование может изменить жизнь обездоленного ребенка. Каждый, кто принял участие в фестивале, внес свой вклад в помощь нуждающимся детям. Зоркина Ярославна, Лексина Елина, Маховая 9. Биотатуировки с каждым годом становятся популярней, а с наступлением лета недолговечные росписи на теле появляются чуть ли не у каждой девушки. Наш корреспондент Кюнель Мамедова выяснила, что такое мехенди в 21 веке. Под медитативную музыку создается такой рисунок. Мехенди — это многовековое искусство, которое берет свое начало в Древнем Египте. Искусство росписью хной получило широкое распространение в арабских странах Индии и Северной Африки. Азиза уже более трех лет занимается украшением тела из хны. Судьбоносная встреча с искусством случилась неожиданно. Совершенно случайно я отдыхала в своем родном городе Пятигорске. И мы с девочками устроили фотосессию в индийском стиле. У меня подружка очень хорошо рисует. Я попросила ее мне ручки разрисовать. Мы пошли в индийский магазин и купили небольшой тюбик с искусственной хной. Это было ровно три года назад. Я уехала в Москву и случайно в чемодане нашла этот тюбик. Через пару месяцев начала рисовать. За столь небольшой срок Азиза стала одним из востребованных художников к Мехенде. На страничке в Инстаграме более 17 тысяч подписчиков. И это не предел. Ключ к успеху – большое желание, признается художник. Нужно не бояться срисовывать обязательно. Потому что сесть и сказать так, сейчас я нарисую себе красивое Мехенде. Когда в твоей голове нет этих орнаментов, в этой копилочке с орнаментом их нет, то тебе не с чем будет придумывать. Поэтому надо открывать интернет, открывать Инстаграм и смотреть какие-то крутые рисунки и стараться их перерисовать. И не бояться. Потому что первый раз не получилось, второй раз не получилось, и третий раз обязательно получится. Существует четыре стиля рисунка – арабский, марокканский, индийский, азиатский. Однако творчество художника не имеет определенных рамок. Именно поэтому смешивание различных узоров и фигур – дело обычное. Мы выбрали традиционный стиль – индийский. В Индии искусство Мехенде является частью культуры. По традиции невеста не занимается домашними делами, пока не исчезнут узоры с рук. Именно поэтому так высоко ценится качественная хна. Хна – это вещество растительного происхождения. Именно поэтому процедура абсолютно безболезненна и безопасна. Это отличное решение для тех, кто сомневается делать настоящую татуировку. Путешествия по странам и городам вдохновляют Азизу на новые проекты. Разрисование деревянных шкатулок акриловыми красками в технике Мехенде, создание одежды с принтами, а также мастер-классы на Кавказе – планы на ближайшее время. Для меня это стиль жизни. Это было хобби. Потом это в какой-то момент переросло в работу. Сейчас это настолько уже срослось со мной, что, скорее всего, это просто стиль моей жизни. Я без этого не вижу вообще ничего. Аналог татуировкам пользуется большим спросом в нашей стране. А с наступлением весны желающих украсить тело узорами становится все больше. Это были все новости на сегодня. Мы напоминаем, что программу «Маховая-9» вы можете посмотреть на сайте Журфака МГУ и на канале «Просвещение». До свидания.